Всем привет! Вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим об Индийском океане. Что мы знаем о нем? Наверно то что он находится рядом с Индией и это правда, что в его водах находится остров Мадагаскар, кстати четвертый по величине остров мира. Многие слышали, что не так давно там случилось самое разрушительное цунами и в этом вы тоже окажетесь правы. А еще многие слышали о прекрасных Мальдивах, а кто-то там и побывал и это тоже Индийский океан. Итак по существу не так уж и много, так давайте же вместе узнаем побольше информации об этом удивительном и масштабном объекте на планете земля. Поехали! Индийский океан самый-самый, в нем находится самый большой залив мира – Бенгальский, самый большой полуостров планеты – Аравийский, самый длинный пролив мира – Мозамбикский, самое соленое в мире море – Красное, а также Республика Мадагаскар – крупнейшее в мире государство, занимающее один остров, а остров Ява – самый населенный остров на земле. Индийский океан занимает третье место по площади и покрывает 20% водной поверхности земли. Площадь Индийского океана в 10 раз больше площади всей Австралии и если на то пошло, то на занимаемый Индийским океанью месте можно было разместить 5 Россий или 8 США или тех же Китаев, ну или Канад, или 575 Греций или 1840 Швейцарий. Его объем примерно в 12 тысяч раз превосходит объем озера Байкал – крупнейшего водоема с пресной водой на земле. Между южными точками Австралии и Африки ширина Индийского океана достигает примерно 10 тысяч километров. Этот океан омывает берега сразу четырех континентов – всех, кроме Северной и Южной Америки. Он целиком расположен в Восточном полушарии и большая его часть находится южнее экватора, то есть в Южном полушарии. Условная граница между Индийскими и Атлантическими океанами проводится по 20-му меридиану, который проходит от мыса Игольной к берегу Антарктиды, а граница с Тихим океаном по 147-му меридиану, соединяющим Тасманию с Антарктидой. Кстати, на заметку, меридиан – это линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенной через какую-либо точку земной поверхности, и ось вращения земли. Прибрежных морей в Индийском океане всего 10. Из них есть лишь одно внутреннее Красное море, есть немаленькие Бенгальские и Австралийские заливы. И эти заливы настолько большие, что сопоставимы по площади с большими морями. Многие знают, что Красное море – самое соленое море в мире. И не будем считать Мертвое море, которое, строго говоря, представляет собой не море, а бесточное озеро. Красное море, в которое не впадает ни одной реки, пересохло бы, если бы не пополнялось водами Индийского океана. Воды Индийского океана омывают границы 39 независимых государств и зависимых территорий Франции и Великобритании. В океане есть острова материкового происхождения – Мадагаскар и Шри-Ланка. Некоторые острова являются вершинами подводных вулканов, например, Кергелен, Риюньон и Маврикий. В экваториальных тропических широтах океана много коралловых островов – Лакадивские, Кокосовые, Андаманские и, конечно же, острова Мальдивы, которые также являются коралловыми островами. Название Индийский океан получил честь Индии, а Индия, в свою очередь, получила свое название от иранцев или персов и в переводе означало «река». Александр Македовский также назвал его Индийским морем, а в старорусских источниках он упоминается под названием Чормного моря. Нет, не Черное, а именно Черное, и то так называли Красное море. Но, как ни крути, это тоже Индийский океан. Древние греки же называли его Эритрейским морем. Первобытные люди пересекали Индийский океан еще 40-50 тысяч лет назад. Судя по всему, именно так первые поселенцы добрались из Азии до Австралии. На побережье Индийского океана находятся районы расселения древнейших городов и древнейших речных цивилизаций, например, Междуречье, она же Месопотамия, в долинах рек Тигр и Ефрат на территории современного Ирака. В конце XIII века венецианский путешественник Марко Поло на обратном пути из Китая путешествовал через Индийский океан от Малахского до Армундского пролива. Марко Поло стал первым европейцем, пересекшим его. В конце XV века португальская экспедиция вместе с Васко де Гамой вошли в воды Индийского океана у берегов Восточной Африки. Экспедиция пересекла воды Индийского океана и достигла полуострова Индостан или берега Индии. Так был открыт морской путь в Индию. В 1642 году Абель Тасман, голландский мореплаватель, исследовал центральную часть Индийского океана. А в 1772 году британский мореплаватель Джеймс Кук проник на юг Индийского океана и приблизился к западным берегам Австралии. Индийский океан относительно молод, намного моложе, чем многие горы на нашей планете. Ученые установили, что образовался он примерно 120-140 миллионов лет назад, когда проконтинент Гондвана раскололся и его части, ставшие отдельными материками, начали двигаться в разные стороны. Рельеф дна Индийского океана сложен и разнообразен. Это связано с расположением океана на стыке трех крупных литосферных плит – Африканской, Индоавстралийской и Антарктической. Вдоль границ этих плит в акватории океана проходят срединноокеанические хребты. Для этих частей океана характерны сейсмичность и вулканизм, а также наличие рифтовых зон и поперечных разломов. Между хребтами расположены глубоководные котловины. Наибольшая глубина Индийского океана зафиксирована в зонском желобе – это 7729 метров. Этот желоб расположен на границе Индийского и Тихого океанов и является частью Тихоокеанского огненного кольца, следовательно, районом активного землетрясения и подводного вулканизма. Температурный режим Индийского океана имеет некоторые особенности. В северной части акватории наблюдаются два сезона года – теплая, сухая, солнечная зима и жаркое, облачное, дождливое штормовое лето. Такая сезонность зависит от действия муссонов. Высокая температура характерна для морей, окруженных жаркими пустынями, например, в Красном море – до 34 градусов, а в Персидском заливе – до 35. А вот средняя температура поверхностных вод Индийского океана ниже, чем в Тихом океане и составляет 17 градусов. Более низкая температура связана с сильными охлаждающими влияниями антарктических вод. В свою очередь, северная часть океана – самая теплая, так как она хорошо прогревается и лишена притока холодных вод. Течения в Индийском океане имеют особенный характер. Муссоны оказывают наибольшее влияние на течение северной части Индийского океана. Ветер меняет направление движения поверхностных вод по сезонам года. Северная часть Индийского океана – единственный район мирового океана со столь четкой сезонной сменой течений. В акватории океана проходит самое мощное течение нашей планеты – это течение западных ветров. Скорость течения зависит от силы ветра и изменяется по сезонам. Максимальная скорость течения – 20-30 миль в сутки и наблюдается вблизи острова Кергелен. А еще Индийский океан славится своими приливами. Высота прилива в некоторых его уголках бьет все рекорды. В среднем она составляет лишь пару-тройку метров. Но возле берегов Индии, около Мумбаи, она может достигать 5-6 метров, а около Австралии, возле города Дарвин и вовсе 7-8 метров. В Индийском океане растут бурые водоросли – самые длинные в мире. Впрочем, они встречаются много где, и их в изобилии можно найти в Саргасовом море, которое находится в Атлантическом океане. А об этом мы поговорим, когда будем рассматривать Атлантический океан. В Индийском океане рядом с Маврикием существует уникальный подводный водопад. Правильнее было его назвать пескопадом, так как он состоит из песка, который струится вниз по склону подводной горы. Выглядит просто невероятно! Подводный мир Индийского океана увлекательный и многообразный. Его теплые воды изобилуют большим количеством экзотических растений и животных. В водах Индийского океана среди невероятных по красоте коралловых конструкций обитает огромное количество ярко окрашенных рыбок, губок, моллюсков, рачков, крабов, червей, морских звезд, ежей, черепах, светящихся анчоусов и рыб-парусников. Встречаются здесь и опасные для человека виды – осьминоги, медузы, ядовитые морские змеи и акулы. Именно на Индийский океан приходится большая часть нападений акул на людей. Правда, все равно это случается исключительно редко. Не более нескольких случаев в год. Так что, дорогие подписчики, не повышайте эту статистику, если уж вам пришлось поплавать в водах Индийского океана. В мангровых зарослях живет иглистый прыгун. Рыба, способная довольно долго находиться на суше, благодаря особому строению тела. В прибрежных водах водятся сардинеллы, кефали, ставриды, морские сомы. В южной части обитают белокровные рыбы. В тропических зонах можно встретить редких и необычных представителей рода сирен – дюгоний. Ну и, конечно же, дельфинов и китов. В Индийском океане можно встретить самого большого ската – манту. Среди птиц наиболее распространены фрегаты и альбатросы. Среди эндемиков – райская мухоловка и пастушковая куропатка. На южном побережье Африки и Антарктиды живут пингвины. А иногда очевидцам удавалось наблюдать на океанской поверхности очень странное явление – светящиеся круги. Это явление до сих пор не изучено должным образом. Но, скорее всего, оно вызвано колониями, светящихся в темноте микроорганизмов, которые выбрали своим домом именно Индийский океан. А вы в курсе, что ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане? Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента. Ученые провели исследование на островах архипелага Кергелин, который расположен в Индийском океане, недалеко от Антарктиды. Они показывают, что гранитная магма может образовываться не только в зонах субдукции, но и в центре океана. Предположительно, это и есть зарождение континентов. Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелин – это, по сути, эмбрион континента, который через миллионы лет станет полноценным материком. И что нам остается делать? Так это немного подождать. Из интересностей Индийского океана есть и такая. В Индийском океане нашли астероид-убийцу динозавров. Огромный таинственный бассейн, расположенный у берегов современной Индии, может представлять собой самый большой в истории нашей планеты кратер, образовавшийся в результате столкновения большого астероида с нашей Землей. Крупный метеорит упал в Индийский океан. Ученые из Казского университета говорят, что если их исследование верно, то этот кратер образовался примерно 65 миллионов лет назад. И именно он, а не похожий кратер на мексиканском полуострове Юкатан, мог послужить причиной серьезного изменения климата на планете и вымирания динозавров. На сегодня стандартной теорией вымирания динозавров является изменение климата, вызванное ударом астероида по современной территории Мексики. Здесь также, как и в Индийском океане, есть кратер, возраст которого составляет 65 миллионов лет. И получается, что по динозаврам нанесли двойной удар. Через Индийский океан проходят многочисленные транспортные пути, но в значительной части транзитные. Начинаются и заканчиваются за пределами океана. Судоходные пути Индийского океана связывают Европу и Северную Америку со странами Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, а также Юго-Восточную Азию с Австралией. По развитию судоходства Индийский океан уступает Атлантическому и Тихому, но превосходит их по объемам перевозки нефти, так как именно Персидский залив является главным нефтеэкспортным районом мира. Здесь сосредоточен основной грузопоток нефти и нефтепродуктов, и это является основной экологической проблемой океана. Одним из главных веществ, загрязняющих Индийский океан, является нефть. Она попадает в воду из-за периодических аварий на прибрежных нефтедобывающих станциях, а также в результате кораблекрушений. В Индийском океане чаще, чем в любых других, фиксируются кейп-роллеры — особые одиночные волны, имеющие аномально большую высоту в 15-20 метров. Еще их называют волны-убийцы. Выше всего вероятность встречи с ними — возле берегов Африки, в западной части океана. Достоверно известно, что в июне 1968 года американский супертанкер World Glory был потоплен накатившим кейп-роллером, который переломил его пополам. Уйдя на дно, судно унесло с собой 22 человеческие жизни, а весь груз — это 49 тысяч тонн сырой нефти — оказался в морской среде. Все знают истории про Бермудский треугольник, но мало кто знает про аналогическую область в Индийском океане, часто называемую «карманом смерти». В ней не удалось обнаружить никаких аномалий. Но тут пропало большое количество судов, некоторые из которых были затем обнаружены дрейфующими без экипажа. Пропадали в кармане смерти и подлодки, и самолеты. Может, это пираты? Возможно, замешан летучий голландец, если пропадали и самолеты. А возможно, вы знаете свою версию, которую не знает никто. Но то, что в Индийском океане в 2004 году произошло землетрясение магнитудой в 9,5 баллов, остается фактом. Его жертвами стали около 300 тысяч человек, причем большая часть погибла из-за порожденных подземными толчками волн цунами. На данный период оно является самым разрушительным за всю историю наблюдений. А кто-нибудь слышал о черных и белых курильщиках? Ну, это не то, о чем подумал тот, кто не слышал. В Индийском океане в рифтовых впадинах Красного моря обнаружены гидротермальные поля. Здесь морская вода опускается по трещинам на глубину, нагревается более чем 400 градусов и насыщается металлоносными осадками, содержащими железо и медь. После этого вода поднимается вверх и проникает в холодные придонные воды, образуя так называемые черные курильщики. А если температура ниже, чем 300 градусов, то формируются белые курильщики. Могучий Индийский океан просто поражает воображение. Это бескрайняя водная гладь, растилающаяся от горизонта до горизонта. Долгое время пугало даже самых отважных мореплавателей. Его глубины до сих пор до конца не изучены, а есть все основания полагать, что в этих водах скрывается еще немало тайн. Впрочем, наука не стоит на месте и наш багаж знаний увеличивается год от года. Ну или как у наших подписчиков от выпуска к выпуску. А на этом все. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Планета Земля.